Ставропольский край соответствует европейским экологическим стандартам. Об этом сегодня в Кисловодске заявил депутат Национального собрания Франции Жанны Фледо. Французские политики и ученые приехали в Россию, чтобы наладить международное сотрудничество в области охраны природы. Как ставропольцы могут остановить глобальное потепление и чья минералка вкуснее, наша или французская? Репортаж Леонида Нечапуренко. Международную встречу вынуждены начинать не по повестке, не с глобального потепления, а с мирового терроризма. Французы выразили соболезнования по поводу взрыва в питерском метро. Мировой терроризм сегодня – это глобальная проблема. Мы выражаем солидарность России в ее борьбе с этим злом и скорбим вместе с вами по поводу вашей беды. Диалог, который стартовал в городской администрации, продолжается на открытом воздухе. Гостям решили показать главные достопримечательности Кисловодска. Депутаты французского парламента и ученые крупного парижского университета с удовольствием делились впечатлениями. Больше всего запомнилась минеральная вода с необычным вкусом. Говорят, во Франции такой нет. Впрочем, оценили делегаты и другие местные напитки. Сначала мы попробовали соленую воду, потом с привкусом железа. Все это нам очень понравилось. А вчера вечером мы пили местное вино. У вашего региона есть большое преимущество. Это редкость, когда в одном месте есть и хорошая вода, и хорошее вино. Небольшая по задумке прогулка растянулась на несколько километров. От долины Рос до Колоннады. Следуя популярным у туристов маршрутам, французы обсуждают дорожную карту целой планеты. Они уверены, природу на Земле нужно срочно спасать. Излишки углекислого газа в атмосфере привели к глобальному потеплению. За последние 40 лет средняя температура в мире выросла больше, чем на градус. А остановить это смогут лишь совместные действия крупных стран. Нужны международные стандарты, чтобы ограничить вредные промышленные выбросы в атмосферу. Также следует использовать энергосберегающие технологии и последние научные достижения. Важный вклад можно сделать и на уровне региона. В Ставропольском крае, например, ежегодно выделяют почти полмиллиарда рублей на развитие энергосбережения. Кроме того, действует программа перевода транспорта на газомоторное топливо. В прошлом году благодаря ней вредных выбросов в крае стало меньше на 12 тысяч тонн. Такие факты приятно удивили иностранных специалистов. Конечно же, они удивлены, наши коллеги, потому что вы знаете, что есть определенный крен информации о нашей стране, о том, что многое не делается, многое не предпринимается. Сегодня они посмотрели своими глазами, сегодня они пересмотрели, я думаю, свое мнение, по крайней мере, они об этом высказываются. И, конечно же, после этого нам будет гораздо легче строить этот диалог экологический. А вот и конкретный пример экологичного успешного предприятия. Форелевое хозяйство под Кисловодском разводит мальков уникальной породы – радужной форели. Ежегодно здесь выпускают 50 тонн продукции. Французы в восторге от рыбы необычного цвета, которую можно покормить и даже потрогать. Но в решении глобальных проблем экологии никакая золотая рыбка не поможет. Предстоит много работы. Из Кисловодска французские делегаты отправляются в Москву. Их самолет должен взлетать буквально в эти минуты. Впереди встреча с российскими сенаторами. И, как шутят сами гости, теперь она точно пройдет эффективно. Курортный кисловодский воздух прибавил французам сил, работоспособности и свежих идей. Леонид Нечапуренко, Николай Попов, Ставропольское телевидение из Кисловодска.